Будет здесь коллизия связана с тем, что еще какой-то другой кабинет, частный орган будет преподавать на выполнение той или иной услуги. Как это сейчас происходит с другими коммунальными предприятиями, которые на рынке услуг участвуют в публичных закупилках и все прочее. То есть я создал какой-нибудь диагностический центр, к примеру, и у вас он есть. В данном случае эту услугу, когда надо выносить на конкурсы, на тендеры, на тендеры, кто победит, в конечном итоге можно остаться без работы. Значит, оплата проводится за наглядную медичную послугу. И что с ликарем заключено, и оплата будет национальной службой здоровья проводиться как приватным предприятиям, которые будут в ФОПах, так и закладам коммунальным предприятиям, которые надают все послугу. Правильно я понимаю, что в предельном случае, вот наши созданные коммунальные предприятия могут остаться без денег. В предельном случае, я специальному предприятию, в принципе, это возможно? Ну, возможно, если коммунальный заклад не будет надавать населению гарантованной качественности, медичный послуг, который будет контролировать национальная служба здоровья, то человек может протягом года поменять столько лекарств, сколько он захочет, а лекарь может отменить пациента только в таком случае, если он заключил уже больше 2000 пациентов, взял на обслуговование. Причому за каждого пациента лекару будет платить кошти 370 гривен, начи с дропов, в 2018 году. Сейчас эта сумма складает 240 гривен. И если это дитина до 5 лет, або человек старше веком 65 лет, то эта сумма будет 2 или больше. Это именно лекарю выплачивается. Выплачивается в том лекаре, который заключил. Грубо говоря, если он заключил 2000 договоров, то будет 740 тысяч в год. Да, на функционирование. Да, на функционирование. Я же спросил, это лекарю идем? Нет, но эти кошти входят полностью в гарантованный пакет медичных послуг. Это профилактические огляди, это хирурогатические огляди, это онкологические огляди. Это 7 анализов, которые входят в криминговые анализы, которые означают стан здоровья пациента. Это направление на 2 уровень надания медической помощи. Там целый перелик гарантованных медических послуг, которые будут надаваться безкоштовно. Будут хорошие врачи, у них будет больше денег. А в тех больницах, в которых хороших врачей не будет, они просто зажигают. И будем думать, что зажигают. Ну, все равно, что мне еще запомнит, либо та больница, в которой хорошая врачи, либо частная больница. Но это в конечном итоге приводит к тому, что все-таки улучшается качество условий. Ну, да, будет гарантована якость, за которую будут триматься и пациенты, и в первую очередь врачи, потому что никто не будет врачать свои деньги, какие они будут отриманными за послуг. Какое население к этому делается?